Приветствую вас и обычно в ссорах всегда виноваты оба человека. То есть оба так или иначе несут ответственность за то, что произошло. В вашей ситуации не прав мужчина, потому что ему не нужно было с вами так поступать, ему не нужно было вас так подшучивать над вами и так далее. Вы этого вполне вероятно не могли осознать должным образом. Вы этого по всей вероятности не ждали, не готовы были к этому. Вам были эти моменты неприятны. Так вот, в этом мужчина не прав, конечно. Но в чем не правы вы? Давайте подумаем. В чем не правы вы? Вы не правы в том, что отреагировали слишком бурно на в целом невинную шутку. Ну, захотел мужчина над вами немножечко подшутить, подтрунить и так далее. Страшного в этом вроде бы как ничего нет. Но вас это по какой-то причине задело. Вы сказали, что вас это прямо вывесило. Что-то заставило вас испытывать подобные эмоции. Что-то заставило вас так отреагировать. Что же это могло быть? Вот в чем вопрос. Что могло заставить вас так отреагировать по очень невинную шутку? И вы знаете, по всей вероятности, мне кажется, что я могу сказать, что именно вас напрягает. Я могу сказать, что именно вам не нравилось. Я могу сказать. Это то, что вы слишком сильно ждали этой встречи. Вы слишком многого от нее ожидали. Вы слишком многого от нее хотели. И как бы это сказать, знаете, перезрели. То есть вы зрели, зрели, ожидали, ожидали этой встречи, ждали. И думали, что вот она будет, и все будет идеально, все будет хорошо. А мужчина вздумал шутить, вздумал там прикалываться как-то, да, и так далее. И вообще вам это очень было неприятно. И вот это разочарование вам и не позволило, по сути дела, ну, скажем так, нормально повести себя в этой ситуации. Мужчина, конечно, тоже молодец. Он в этой ситуации тоже достаточно сильно неправ. Потому что, ну, наверное, вы же не сразу ему показали, что... Точнее, вы сразу показали ему, что вам неприятно. Вы сразу дали ему это понять. А он все равно продолжал как-то вас раздражать. В этом он не прав. Но с другой стороны, с другой стороны, что было, то, как говорится, было. И вряд ли это уже можно изменить. Наверное, и он жалеет, раз вы говорите, что он гордый, то он, скорее всего, к вам, ну, действительно, вам первое не напитит. Потому что, наверное, считает, что это пустяк. И считает, что вы на это обижаться не должны были. С другой стороны, если вы говорите, что у вас серьезные чувства, значит, эти чувства просто так, вот так сходу, да, исчезнуть не могли никак. И это означает, что молодой человек, наверное, тоже переживает так, как вы. Соответственно, не будет ничего плохого, если вы ему напишите первый. В этой ситуации, поскольку вы виноваты оба и такого раньше никогда не было, напишите ему первое, думаю, ничего зазорного, ничего позорного для вас в этом не будет. Посмотрите на его реакцию, посмотрите, будет ли он рад вам, будет ли он раз там вас, ну, что вы написали. Если да, то хорошо, значит, тогда мужчина будет провелять инициативу. Но не торопитесь сразу выяснять отношения именно в том, что касается вот этой вот ситуации, которая была. Не торопитесь, не торопитесь сразу выяснять отношения. Лучше просто непринужденно пообщайтесь, лучше просто поговорите, попробуйте восстановить то, что было раньше. Обязательно договоритесь все-таки о встрече. То есть просто сначала возобновите общение, возобновите диалог, чтобы был какой-то контакт. А там уже вам, в принципе, станет ясно. Рад вам парень или не рад? Ждет он вас или не ждет? Как бы нуждается он вас или нет? Как бы мучается он от того, что не может, допустим, там с вами пообщаться, поговорить или нет? То есть вам в процессе общения это будет понятно. И если мужчина вам не дорожит, то, скорее всего, он, ну, сделает какие-то шаги, да, в пользу того, чтобы вновь расположить вас к себе. Это, я думаю, совершенно очевидно. А если нет, значит, тогда, скорее всего, молодой человек не так сильно вас и ценит. Если нет, то, скорее всего, молодому человеку вы не так сильно и нужны. Что касается сестры, то здесь момент тоже не совсем ясен. Ну, не сказал он вам сестру, наверное, потому что вообще не воспринимает ее как таковую. То есть если она живет далеко, если они с ним не общаются, то он, скорее всего, вообще-то и говоря, ее не может принимать как сестру, потому что она далеко. И он вам сказал о том, что она для него никто. Он вам сказал о том, что она для него, ну, далекий человек очень. И в этом конвекте он вам не соврал. В этом конвекте он вам, ну, как бы, не сказал неправду. Действительно, они не общаются, она для него ничего не значит. И он вам сказал о своих чувствах. Ну, а то, что она у него есть, ну, знаете, если вот обычно, когда людей спрашивают о том, есть ли там у тебя двоюродная, троюродная бабушка, например, или там племянник, то, как правило, люди, если не общаются с ними, они говорят нет. Но не значит, что они у них, если действительно у них нет. Может быть, есть, только они не общаются и никак не взаимодействуют. И какая разница, есть или нет. Поэтому, думаю, что зря вы на этот момент обратили такое очень пристальное внимание. Тем более, если ранее молодой человек волши и замечен не был. И, соответственно, отвечая на ваш вопрос, значит, как быть, то я надеюсь, что ответил вам. То есть, напишите, напишите ему первое, раз он не пишется, может очень долго длиться. Напишите ему первое и посмотрите на то, как он отреагирует на вас. То есть, не надо писать сразу там, привет, прости меня или что-то вроде того. Напишите просто привет, поинтересуйтесь, как он, спросите у него что-нибудь и посмотрите, как он будет вам отвечать. Если он будет рад, значит, он действительно вас ждет. Если нет, значит, он вас не ждет и особо не ценит. И это означает, что то, что между вами произошло, является следствием его охлаждения чувств к вам после армии, как раз таки. Такое тоже бывает, и нужно быть хотя бы морально к этому готовым вам, чтобы не быть застыгнутым врасплох с подобным проявлением центральной мужчины. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.